Всем привет! Перед вами плов. Сытное, вкусное и всеми любимое блюдо. Я сегодня покажу, как можно приготовить это блюдо в мультиварке. Конечно же, оно состоит из таких продуктов, в первую очередь, это рис. Гречку не положишь, ничего не получится, поэтому буду использовать 2 стакана риса, мясо. Я нарезала средними такими кубиками, использую свиное мясо, ну это ребрышки, только разрезаны на части. Морковка, лук, лавровый лист, соль, чеснок, ну и специи. Очень нравится использовать специи, которые покупаем на рынке, мы покупаем в Виннице. Я не знаю, из каких трав оно состоит, но просто перепробовав многие, убедилась, что это самое лучшее для плова. Ну и подсолнечное масло, которое будем использовать для жарки. Прежде всего, в начале приготовления плова необходимо, и очень важно не полениться, а подготовить изирвак. Такое понятие узбекской кухни, основа для плова. Она состоит из лука, морковки, других овощей, ну и, конечно же, воды. Ну, сейчас я покажу, как это сделать. Перед тем, как я буду готовить овощи для основы для плова, я выберу в мультиварке режим жарка. Затем наливаю масло подсолнечное, где-то так 70 миллилитров, и пусть греется. Теперь приступаю, прежде всего, к нарезанию лука. Нарезать лук надо не мелкими кусочками, потому что овощи должны быть видны в слове. В разогретое масло положить лук. Масло хорошо накалилось, поэтому высыпаю лук и жарю до золотистого цвета. Тем временем нарезаю морковку соломкой или кубиками. Пока лук жарится и морковка уже нарезана на такие кусочки, я расскажу немножко, почему нужно приготовить зирвак. Потому что при тушении мяса и овощей с приправами образуется бульон, который потом будет впитан рисом. А если выложить рис сразу после обжарки овощей и мяса, то рис просто впитает воду и не наберет необходимого вкуса. Поэтому узбекский плов вообще готовится тремя этапами. Это перекаливание масла. Первый этап приготовления зирвака. И потом третий этап закладки риса. Поэтому именно такая основа для плова является центральным моментом в приготовлении этого важного и вкусного блюда. Чем дольше тушится зирвак, тем вкуснее получается. Поэтому вообще вкус определяется потом на заключительном этапе приготовления всех овощей тушения мяса. Нужно попробовать, чтобы достаточно было, ну, чувствовался вкус специй, соли. Кроме того, и подлива это, и плов должен готовиться на режиме тушения. Не должен сильно кипеть. Иначе блюдо будет не совсем вкусным. Видно, что начинает лук слегка уже подрумяниваться. Еще немножко, и потом можно приступать к следующему этапу. Лук уже поджарился. Не забывайте, по ходу, пока он жарится, помешивать. Иначе пригорит, особенно по краям. Половину мяса сразу выложить. А знаете почему? Потому что, если этого не сделать, мясо даст сок. И оно будет тушиться. А нам надо, чтобы оно слегка поджарилось. Поэтому вторую половину чуть-чуть позже положим. И тушить все вместе около 10 минут. Прошло уже 2 минуты, как я положила первую половину мяса. Видно, что немножко прибавилось жира в кастрюльке мультиварки. Потому что, как вы заметили, мясо я не обрезала. Лук не должен быть постный. Поэтому мясо оставалось немножко жирным. Выкладываю вторую часть. И теперь дальше тушить все вместе около, ну, не больше 10 минут. Не забывайте опять помешивать, чтобы не сгорело. Чтобы лук не сгорел, ничего не подгорело. Крышка мультиварки при этом остается открыта. Положила мясо, прошло уже 10 минут. Теперь я засыпаю в морковку и еще жарю 5 минут. Прожарив с морковкой на режиме тушения 5 минут, пришло время залить водой. Воду я закипятила. Воды наливаем немного, так, чтобы слегка покрыло мясо. Затем добавим соль. Попробуйте потом на вкус, чтобы на ваш вкус соли было достаточно. И специи. Лавровый лист не забудем. Специи. Вообще, наша семья, мы с Сережкой любим. Специи и чеснок в блюдах. Поэтому я добавлю его так, как мы это любим побольше. Мясо я предпочитаю готовить так. Заливаю водой и готовлю его до полуготовности. Затем высыпаю рис и довожу плов до готовности. Тот зирвак, о котором я рассказывала в начале, или основа для плова перед вами. Она готовится, надо закрыть крышку и уже на режиме тушения при закрытой крышке готовить его до полуготовности мяса. А что делать с рисом? Рис надо помыть в воде не один раз. Где-то от 5 до 7 раз. Но будете ориентироваться по воде. Когда вода уже будет, по ходу, когда вы будете промывать уже светлая, это значит, что рис уже чистый, освободился от крахмала и в конце концов должен получиться рассыпчатым, когда приготовить тепло. Помыть рис, залить водой и пусть настаивается. Посмотрите, я залила первый раз водой. Видно, какая она уже такая белая, мутная. Обязательно надо свить и повторить такую процедуру не один раз. Я рис промыла уже 7 раз, это 8 раз. Видно, что вода уже прозрачная. Значит, достаточно. Остается так залитым рис оставить, для того, чтобы он набухал. Посмотрев мультиварку, я убедилась, что мясо уже полуготовое, поэтому пора уже засыпать рис. Скажу, что я взяла пропаренный рис. Можете взять длинный. Но главное, чтобы он был качественный, потому что, если взять самый простой, самый такой дешевый, может склеиться и не получится такого нужного результата, в конце концов, он будет слипаться и получится каша неплохо. Сейчас разровняю и долить кипяченой воды так, чтобы сверху вода покрывала где-то на полсантиметра, ну, не больше одного сантиметра. Зависит от того, какого качества будет рис. Если вам покажется в ходе приготовления, что воды маловато, вы можете немножко долить. Смотрите, чеснок можно положить сразу в середину нашей чаши, чтобы готовилось вместе с рисом. А можно положить практически перед завершением приготовления плова. Но при этом зубки чеснока не надо чистить от шелухи. Я предпочитаю второй вариант. Закрываю крышку и готовлю примерно 1 час. А пока у меня будет готовиться плов, я хочу приготовить манник в микроволновке. Вкуснейший пирог. Если кому интересно, можете посмотреть видео в уголочке. Прошел 1 час, с тех пор, как я засыпала рис, он уже готов. Плов, в принципе-то, нужно уже выключать. За 15 минут до конца приготовления риса я положила чеснок. Покажу. Вот так вот. Я его туда зарыла немножко. По ходу приготовления плова я доливала немножко воды. Была необходимость. Вы уже сами смотрите. Возможно, кому-то будет много. Потом поймете, чем чаще будете готовить, тем больше будете понимать, сколько надо воды. И нельзя перемешивать рис. Не тогда, когда вы засыпали его сырым, не тогда, когда он готовился. Только в конце приготовления, я уже выключаю, его можно аккуратненько перемешать. Получился рис таким, как и хотелось, чтобы он был рассыпчатым, ароматным, очень красивым на вкус. Хочется его попробовать. Можно уже насыпать и кушать. Привет, друзья! Это Сережа. Я не смог удержаться, чтобы не прокомментировать вкусность этого блюда. Валюша действительно хорошо готовит у меня. И плов вышел очень прекрасный по вкусу. Он передает вкус каждого кусочка мяса. Рис по-своему передает, отдает свой вкус. То есть, подобрали действительно недорогой и хороший рис. Мы, когда в прошлые разы варили, то был свой вкус. У этого плова отличается еще и тем, что жира было достаточно. Хотя мы изначально немного положили подсолнечного масла. Но, когда готовилось мясо-ребрышко, действительно все было очень вкусно. Я уже его попробовал, пару ложечек посмаковал. Мне очень понравилось. Ну, я хочу сказать, что если зирвак приготовлен правильно, и он действительно должен получиться отменного качества, тогда во рту ощущается вкус и перетопленного масла, и спассированного лука, и жареного мяса, вареной моркови. И все это объединяется в один букет приятного запаха. И сочетаются все приятные вкусы всех продуктов, которые используются в плове. Поэтому получилось действительно очень вкусно. Ну, такой настоящий, ну, я думаю, надеюсь, настоящий узбекский плов. Подписывайтесь на наш канал. Мы не собираемся на этом останавливаться. У нас хорошие цели, много планов. Попробовать разные блюда, а потом показать вам, как их готовить. Ну, а в первую очередь мы хотим показывать, как готовить просто, вкусно и недорого. С вами были Сережа и Валя.